Ребят, пришла мне посылка с Китая. Я пытаюсь записывать это видео уже в четвертый раз, так как это мое первое видео на моем канале. Грубо говоря, вот пришла вот такая посылочка. Знаете, как в американских мультиках раньше было? Блин! Приехали! Короче, заказывал я его 8-го числа, 13-го его завернули, 13-го числа его завернули, как вы здесь видите. Видите, завернули 13-го числа и отправили в Москву, вернее, ну еще дальше, в Крым. Крымская тема, я ее уже успел за 4 раза, естественно, и здесь открыть, и здесь вот такое вот я, блин, криворукий, блин, но похрен, ребят. Итак, пришла мне такая вот штука, значит, это называется, почему я ее бью-то? Ее можно бить как угодно. Это чехол, ребятки, чехол на телефон Xiaomi Redmi 4. Не нот, прошу не путать, а просто Redmi 4. Итак, в магазине он стоит, непосредственно, я его купил на магазине Gearbest, в магазине Gearbest. Вот, и чему очень я рад и доволен. Значит, пришла она меньше, чем за 20 дней, если я умею считать, но хрен с ним, не важно. Стоимость 123 рубля 97 копеек. Ребятки, это просто офигенно. Такая штука у нас стоит, ну, рублей 500, 100%. Значит, раньше, если я покупал вот такую вот хренотень, которая, ну, пластиковая, она, она нормальная, она очень такая эффектная, она очень приятная. Но, ребятки, кто держал в руках телефончик Redmi 4, тот понимает, о чем я говорю. Это красивый телефон, который хочется, чтобы его показывали. Я хочу, чтобы его видели, я хочу, чтобы видели его храненные черты. Просто они офигенные. Итак, я уже вскрыл пакет, как говорил, в этом пакете непосредственно был конверт, непосредственно с чехлом, а также были бумажки. Ну, за 4 раза я уже, извините, порвал. Короче, вот такая вот хренотень пришла. Вот, грубо говоря, накладная, как мы привыкли. Чо, чо, чо и кому. Ну, и когда, выкинем тоже ее к чертовой матье, ребят. Итак, значит, ссылочку, кстати, я скину. Очень хорошая вещь, нравится. Не будем ничего зацикливаться больше на этой штуке. Поворачиваю. Вот так вот оно выглядит. Так оно пришло. Ребятки, итак, открываем. Надеюсь, я одной рукой справлюсь лучше других блогеров, если это мне. Блин, ребята, реально. Ха-ха-ха. Реально, как говорит мой один из моих любимых этих, рукожоп. Извините, пришлось так сделать. Все, выкидываю нахрен эту хренотень. Вот, получается, какая приятная вещь. Понятно, что это не новшество. Понятно, что все это знают. Видели сто раз на другие телефоны. Вот, такая вот штука была, кстати. Такая вот приятная. Ну, как обычная, в общем, собственно говоря, ребят. Итак, вот, вот красавишна, которую я хотел показать. Очень хотел показать. Я просто сейчас пытаюсь нацелиться, потому что мой телефон, ну, не всегда понимает, то ли я хочу ее сфотографировать, видео сделать, то ли я хочу стол через нее показать вам. Стол у меня, конечно, ничего, но эта штука лучше. Ну, в плане лучше для, непосредственно, для пользования. Теперь с этой штукой я смогу радоваться телефоном своим, самому на него смотреть с большим удовольствием. Ну, естественно, ребятам, ребят, которые имеют такие телефоны, тоже будут знать, что с этим делать. Конечно, можно купить сразу, там не париться, купить довольно быстро в магазине, в любом, ну, хотя в любом магазине я искал очень долго. Да и, извините, вот за такую штуку 500 рублей платить, это, по-моему, через чур. Даже минимально это 500 рублей. Такая штука будет стоить 600-700 в некоторых магазинах и полторы тысячи. При цене, повторюсь, 123 рубля 97 копеек. Итак, друзья мои, вот такая штука. Я, значит, это точно, вот, для сравнения показываю, как выглядит тот, как выглядит этот. Это просто чешующая-то хренотень, которая, ну, я не знаю, кому она интересна, кому-то может быть интересно, мне нет. Если что, на неё могу скинуть, ну, если в комментариях будет запрос на неё, я могу скинуть ссылочку и на неё. Пока мы рассматриваем вот эту вот вещь. На ощупь, естественно, как и всё силиконовое, очень силиконовое, прям силиконовое-силиконевое, силиконовое такое. Видно, что она была небоушная, что она была новенькая, что она была замечательная. Кстати, примечательно то, что именно в этом экземпляре, ребятки, именно в этом экземпляре, сейчас немножечко модифицируюсь, есть дополнительные заглушечки, дополнительная заглушка для аудиовыхода, по-моему, 3,5 там диаметр. Вот такая вот штучка. Так, ну, это очень сложно, конечно, ребятки, нам... Вот она, вот она, видите, вот она, вот эта вот бздень. Я попробую сейчас её снять. Видео, давай-давай, фокусируйся. Фокусируйся, ну чё ты? Ну, короче, она не хочет фокусироваться. Ну, я, у меня другая камера будет, и буду делать обзоры другими. Короче, вот такая вот штука, такая штука, вы все прекрасно видите. И это сверху, это сверху, там, где вставляется непосредственно музыкальный шнур. Вот, туда он вставляется, ну и всё. Аудиосистема тут. И внизу, ребята, китайцы тоже позаботились непосредственно, чтобы не влага, ну, хотя влага вряд ли. Короче, от пыли, наверное, от грязи, может быть. Вот, видите, фиксатор тоже, вот такая вот пластиковая хренотень, пластиковый фиксатор, который не позволяет, вот это именно закрывает то отверстие, куда вставляется штекер для зарядки непосредственно нашего смартфона. И вот эта вот штука, она прям плотно, по идее, должна заходить в этот паз. Единственное, что вот эта вот штука, она тоже заходит, но немножечко смещает вот здесь, вот в этом месте, немножечко деформирует, ну, наверное, это пока новый, деформирует вот эту вот часть этого чехла, вот здесь. То есть, получается не очень эстетично, но зато всё закрыто, всё чисто, ничего туда не попадёт. И, соответственно, ваш телефончик будет в здравии, в полной сохранности. В общем, ребята, я наслаждаться буду этой штукой, я всем рекомендую по такой цене, это очень хорошая штука, очень удобная, значит, есть в этом магазине, насколько я понимаю, и другие чехлы на другие телефоны, я вам тоже их покажу, но в данном видео мы рассматриваем именно чехол на Xiaomi Redmi 4, которые стоят смешные 123 рубля 97 копеек. Кроме того, на эти чехлы ещё бывают у нас интересные скидочки, ну, и не только на чехлы, кто не знает, бывают интересные скидочки, там до 40%, ну, 43, там, 45, я видел. Вот, ну что, на этом, друзья, всё, кому понравилось, ставим палец вверх, колокольчик, там вся и дела, короче. Ну, и что ещё, что ещё? Всем пока, будьте здоровы, счастливы, любите друг друга, ну, и, собственно говоря, мне чего-нибудь хорошего тоже пожелайте. Вот такая приятная штука, значит, я её попробую надеть, если видео не пропадёт, извините, потому что руки-крюки, как говорила бабушка Шура. Вот, я сейчас вот так вот его надеваю, и надеюсь, что, если что, заранее прощайте, друзья, вот, заранее с вами прощаюсь, если что, наверное, я просто не с той стороны его надеваю. Так, надо сначала, там, где кнопочки наши, так вот сделать, а потом уже здесь спокойно фигачить. Вот он прекрасно сел, он ничему не мешает, вернёмся так, как было. Вот, я уже... Э-э-э-э-э-э! Так, что-то тут нажалось у меня. Да, продолжение идёт, хорошо. Это я просто рядышком непосредственно нажал, и вот так. Итак, итак, ну, собственно говоря, такая контура, так она всё пишет. Все заглушечки становятся на место, всё поставил, всё красиво. Ребятки, всем добра, всем до свидания, подписываемся на канал, и всего доброго, пока! Пока! Продолжение следует...